Игорь Апопов, эксперт Украинского института будущего, прямо сейчас с нами на связи. Далее обсудим эту тему вместе. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Конечно же, хотелось бы от общего начать, почему так важно налаживать отношения с Албанией. Ну и вот Албания планирует открыть еще и свое посольство в Киев в ближайшее время. Вот важность этих процессов объясните. Визит президента Зеленского в Тирану – это не только двусторонние отношения с Албанией, хотя эти отношения тоже получили дополнительный импульс, подписан договор о дружбе и всеобъемлющем сотрудничестве. Это также возможность встретиться с лидерами стран нескольких стран Юго-Восточной Европы. И важно, чтобы была подписана совместная декларация, которая в том числе содержит пункты не только о поддержке украинской формулы мира, но и, скажем, о осуждении попыток России провести выборы на временно оккупированных территориях. То есть позиция этих стран для нас тоже весьма важна. И, возможно, особое внимание – это Сербии. То есть мы понимаем, что у Сербии есть своя история отношений с Российской Федерацией. И то, что президент Сербии Александр Вучич подписал эту декларацию – это для Украины тоже серьезная дипломатическая победа, я бы сказал. А если говорить об не просто политических моментах, а об военном сотрудничестве, вот участие Владимира Зеленского в этом форуме «Украина, Юго-Восточная Европа» говорилось в частности об усилении артиллерии. Как на ваш взгляд, чем страны Юго-Восточной Европы, Балкан, могут в этом помочь Украине? Это ли просто, если можно так сказать, югославское наследие? Или у этих стран есть собственное производство, и в том и будет заключаться военная помощь для нас? Конечно, все детали – это будут в закрытой части соглашения и переговоров. Но мы можем догадываться, да. Одно – это получение некоторых остатков советского вооружения, советских калибров, которые хранились на складах бывшей Югославии, для украинской армии это тоже важно. А другое направление, это было тоже уже в открытой печати, о том, что ведутся переговоры о совместном производстве вооружения, в том числе дронов. То есть, как минимум, с Хорватией такие переговоры были проведены именно сегодня в Тиране. Важно отметить, что премьер-министр Албании Эдди Рама заявил, что западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных отговорок и ограничений в отношении помощи. Чем может помочь Украине? Мы понимаем, что экономика Албании и других стран, участников этого форума, они гораздо меньшие по объему. Поэтому, да, мы очень благодарны за любую финансовую помощь, за любую помощь поставки вооружений, и поэтому сотрудничаем со всеми странами. И не менее важны их голоса в дипломатии, потому что в дипломатии каждая страна, большая или маленькая, она все равно имеет свой один голос. И поэтому и голосование этих стран в международных организациях очень важны. и то, что они все поддержали украинскую формулу мира, и они все будут делегировать своих представителей на инаугурационный глобальный саммит мира, который уже вовсю готовится к проведению в Женеве. Еще Владимир Зеленский на этом форуме предложил провести специальный украино-балканский форум оборонных технологий. Вот, помня о предыдущем киевском форуме оборонных технологий, какие перспективы могут быть у нового форума по оборонным технологиям сейчас уже со стороны стран Балкан? Некоторые из этих стран имеют хорошую историю оборонной промышленности, и их предприятия продолжают активно работать. И поэтому в украинской делегации и присутствует министр комиссион, который явно приехал с конкретными предложениями к делегациям из этих стран. И поэтому, да, Украина сейчас форсирует создание совместных производств, как на территории Украины, так и в прилегающих странах, для того, чтобы вместе производить то вооружение, которое нужно для украинской армии. Также вот, если у тебя по вооружению, потому что у меня уже дальше пойдут вопросы, конечно же, касательно политических решений, очень важных для нашей страны, поскольку вот Албания заявила о готовности присоединиться к основной группе специального трибунала по преступлению и агрессии против Украины. Мы понимаем, что это не одного года дело будет. Как вот, если посмотреть на исторические взаимоотношения с Российской Федерацией и некогда Советским Союзом, просто чтобы понимать, не изменится ли что-то в Албании, в том числе, касательно таких решений со сменой власти. Мы понимаем, что эти политики, они сменяются, выборы проходят. Вот если уж страна подписала некие соглашения, то это значит, что и следующая власть тоже должна их выполнять, поддерживать. Все-таки есть разные типы международных договоров. Одни — это совместные декларации, которые, как правило, отображают текущий момент. И на самом деле они являются реакцией на некие события, которые происходят в обоих странах или в глобальном пространстве. И, скажем, пример такой декларации — это осуждение попыток России провести выборы на оккупированных территориях. Естественно, выборы пройдут, и через два месяца это заявление уже не будет иметь такой силы, как оно имеет сейчас в преддверии этих выборов. Другой же тип соглашения — это межгосударственные соглашения, которые потом ратифицируются парламентами. Большой договор с Албанией будет ратифицирован. Естественно, это останется уже в наших историях двусторонних отношений навсегда. То есть в него смогут вносить изменения некие. Но это большой стратегический договор. Что же касается экономических соглашений, то его подписывают на уровень министерств или правительств. И действительно, независимо от смены политической власти, эти соглашения продолжают выполняться. То есть у нас есть, допустим, свои, возможно, вопросы к нынешнему словасскому руководству. Но, тем не менее, подписанные договора и о ремонте военной техники, и о производстве военной техники словасские предприятия все так же выполняют. Потому что неустойки большие. И репутация для каждой страны, репутация ее промышленности, ее экономических контрактов, ее ответственности — это тоже очень важно. Поэтому, да, подписываются договоры, которые потом будут работать довольно долгое время. Вот как раз и назрел вопрос совершенно буквально за несколько секунд по поводу выполнять свои договоренности. Я по поводу бронетранспортеров из Болгарии. Как-то затих этот вопрос. Насколько сложно или есть ли какие-то проблемы в том, что, мол, София пообещала украинскому войску бронетранспортеру, если я не ошибаюсь, еще советского образца поставить. И сейчас, но мы как-то вот не слышим развития этой ситуации. Были сообщения, что есть некоторые проблемы. Вот насколько это проблема, да, переправить БТР из Болгарии, которая совсем близко, в Украину? Ну, мы понимаем, что это политическая проблема. Болгария и Соединенные Штаты — страны разные и географически далекие, но, пожалуй, здесь работает та же схема. То есть в Болгарии есть своя внутренне политическая большая конкуренция, и некоторые фракции, представленные в парламенте, они имеют свою особую позицию по поводу военной агрессии Российской Федерации против Украины, и они не одобряют эти решения. И поэтому подписать соглашение с президентом — это одно, а вот пройти все необходимые процедуры определенные политики могут мешать или требовать неких разменов удовлетворения своих кадровых вопросов или политических программных вопросов для того, чтобы они тоже могли разблокировать эту помощь. И да, я уверен, что во время этого визита наша делегация точно так же обсуждала и вопрос поставок бронетранспортеров, и другие вопросы, которые где-то не решались. То есть именно для этого лидеры стран и встречаются, то есть к каждому готовятся приговорные оппозиции, директивы, и они на двусторонних встречах быстренько проходят по всем этим вопросам, дают соответствующие указания своим персоналам. — Напоследок, Игорь Владимирович, хотелось бы тоже уточнить. Вот министр по делам Европы и иностранных дел Албании Игорь Хасани добавил, что Албания поддерживает украинскую формулу мира, евроатлантические устремления Украины. Вот касательно формулы мира, это тоже декларативная, так сказать, подпись, которая важна еще, да, поддержки одной страны. Или здесь нечто большее? Вот чем тут может помочь Албания в реализации формулы мира? — Ну, мы, конечно, собираем все голоса для того, чтобы именно украинский вариант мирного регулирования доминировал. И, как сказал Владимир Зеленский на одной из своих недавних пресс-конференций, наш план, он должен быть самым главным, самым первым. Мы будем удерживать инициативу, чтобы никакие другие страны не выступили со своим планом, и чтобы наш план все-таки был основой для окончательных решений. И поэтому, да, мы привлекаем все страны, и эти страны объединяются по интересам. То есть, допустим, во время визита в Саудовскую Аравию Владимир Зеленский больше говорил об обмене пленными, потому что именно Саудовская Аравия является одной из координаторов рабочей группы по обмену удерживаемой лицами. Албания для себя явно найдет то же место в нескольких рабочих группах. Вот я уже вижу, что по вопросу создания международного трибунала над виновными в развязании военной агрессии, Албания уже заявила, что для них это интересно, у них есть опыт, у них есть желание работать в этой рабочей группе. За ваше мнение, Игорь Владимирович, рады будем видеть вас снова. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.